Приветствую вас друзья художники-любители. Давным-давно я пытался скопировать сложнейшую картину Ян Ван Хий Сума «Натюрморт с фруктами». Не буду расписывать хоть написание той работы, все в прошлом и все ни о чем. На сегодняшний день взялся за эту же копию с другим пониманием. Вот эта картина Ян Ван Хий Сума еще в работе, которая изготовлена лишь наполовину. Она зависла у меня года на два. Разбирая ее, задался вопросом, как при такой детализации автор не потерял целостности в треновых отношениях предметов между собой и выдержал общий колорит произведения. И понял, как в музыке. Чтобы сыграть серьезное произведение, сначала обязательно нужно стереть пальцы в кровь на гаммах и этюдах. В живописи тоже самое. Я стал искать наброски, эскизы, этюды этого автора, чтобы понять его подход. Благо для нас любителей, существует интернет. Можно найти описание его эпохи, его деятельности, но самое главное, найти репродукции его картин с хорошим разрешением. Интернет-помощь. Его эскизы. Они же с тональной или цветовой подкраской, акварельные этюды и тому подобное. В принципе, они не сложные с точки зрения живописи. Простые рисовалки. Вот одна из акварелек. Обращаю внимание на листик. Ведь такой листик и ребенок нарисует. Но это и есть поиск составляющих для будущей картины. Это и есть тирание пальцев в кровь на гаммах и этюдах. Как у этих набросков, в итоге, у автора получались совершенные, гениальные картины. Вопрос. Разбирая его наброски и эскизы, я наткнулся на один из этюдов. Этюд, это уже не набросок, не эскиз, но еще и не картина. Это как прапорщик Советской Армии. Уже не солдат, но еще не офицер. С одного из этюдов Ян Ван Хийсума «Корзина цветов» я начал свой живописный эксперимент. Как говорится, теория хорошо, но без практики она бесполезна. Разбираю репродукцию оригинала. Композиция, колорит, прописка деталей немного небрежная, на скорую руку. Поэтому считаю это этюдом, который писался быстро. Но все-таки, не за один сеанс. Сквозь фон. Вокруг предметов, например листьев, просвета на столе. Просматривается желтоватый цвет. Так как я буду работать с современными красками, сразу оговорюсь. Я не искал информацию, какими красками пользовался автор. В современном мире изменилось многое, в том числе и краски у нас другие. Не нужно искать гусли, на котором исполнялась оригинальная мелодия. Хороший музыкант переложит звуки гусли, на современный инструмент. И музыка будет не хуже. Так же и с красками. Берем то, что и имеем. Как было сказано выше, в эти лихие суммы, в нижнем слое желтоватый оттенок, ну или цвет. Все-таки оттенок. Цвет понятие конкретное. Например, желтый, это цвет. Все что от него производится, это его оттенки. Первый сеанс. Имприматура, рисунок и темные пятна. По готовому карандашному рисунку, протонирую холст марсом желтым прозрачным. Почему марсом и почему прозрачным? В тонком слое, краска разбавленная растворителем, пенентом, вайспирид, быстро сохнет. Марс вообще быстро сохнущие краски. Прозрачность марса, придает белому холсту желтоватый оттенок, имприматура. Но при этом, оставляет видимым рисунок. Это хорошо, чтобы в дальнейшем не искать и не рисовать контур заново. Затем этой же краской грубо обозначаю темные и теневые места. Темные и теневые места для меня это немного разные понятия. Я объясню, чем они отличаются в процессе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В работе над этюдом, еще по сырой имприматуре, рисую контуры всех предметов. Листья, роза, корзинка и т.д. Краску взял Teo Indigo красно-коричневая. Для тех, кто смотрел предыдущий ролик, тот в курсе, что эту краску сняли с производства Невской палитры. У меня из старых запасов остался один тюбик, я буду его использовать. В данной ситуации, можно взять любую коричневую краску. Например, какой-нибудь Марс. Коричневый, оранжевый, даже желтый. Это просто контур, ничего более. Но все же, я работаю с краской Teo Indigo красно-коричневая. А значит, с другими коричневыми оттенок будет немного отличаться. Это не принципиально, если пишешь свою картину. С копией есть ограничения, за рамки которого выходить нежелательно. Но мы же не пишем копии. Мы просто учимся на них. Эта же краска Teo Indigo красно-коричневая грубо обозначила темные и теневые места на этюде. В окончании, я еще раз затемнил фон и торец столешницы марсом желтым прозрачным. Это для того, чтобы впоследствии меньше накладывать краски на фон для затемнения. Все, на этом этап живописи завершен и этюд поставлен на просушку, до лучших времен. На весь сеанс данных действий ушло минут 30-40. Второй сеанс. Фон столешница. Палитра весьма скудная. Марс желтый прозрачный, который используется в имприматоре полотна. Teo Indigo красно-коричневая, травяная зеленая, голубая FC и белил титановые. Эти краски должны были использоваться с самого начала и от них не нужно отступать. Впоследствии из этих красок я составлю нужную палитру. То, что на экране вы будете видеть уже использованную палитру, не обращайте внимания. Просто жалко выбрасывать живые краски от предыдущих работ. Поэтому я искал лучшие цвета на этой грязи. Но каждый цвет объясню. Например, для корзины я составляю колер из марса желтого, замешанного на белилах. Два оттенка, потемнее и посветлее. Этой краской рисую ячейки и переплетение корзины. Далее, с этой же грязной палитры пытался найти цвет самой розы. Немного прессовал пятна на фоне, но пока на этом тоже остановился. Это лишь маленький поиск. Краски на этом этюде я использовал мощную, ядовитую. Тио-индиго красно-коричневая, травяная, зеленая, голубая ФЦ. Это ядреные, прозрачные краски. Но почему-то они вызывают спокойствие. Это потому, что они приглушенные. В этом сеансе я начал писать стол, на котором стоит корзина. Вы видите закраску темного места торца столешницы. Это голубая ФЦ и Тио-индиго красно-коричневая в смеси. Обе краски прозрачные, а в смеси они дают почти черный цвет. Можно капельку добавить белил, чтобы смягчить черноту. Закрашиваю с пропусками или тонко, чтобы немного просвечивало, и не была закрашена желтая подложка. Вот на оригинале пропуск и закраски, и легкое ее просвечивание. Если больше разбавляю эту смесь белилами, то получаю серый оттенок. Им закрашивается поверхность стола, на которую больше падает цвет. Этот небольшой закрас двумя красками уже показал структуру камня. А за счет пропусков этой краски, появились дополнительные оттенки, которые не нужно подбирать на палитре. Они образовываются сами по себе в оптическом смешивании. Такой эффект дает только многослойная живопись. Еще в этом сеансе я испробовал травяную зеленую краску, замешанную на белилах, чтобы порисовать нижний листок и для пробы веточку. Травяная зеленая очень сильная краска. Она в смеси со многими красками будет доминировать. Поэтому ее нужно подмешивать осторожно, по капельке. Ее силу можно приглушить противоположной краской. Вспомним цветовой круг. Противоположная зеленой краски красная. На моей палитре эта теоиндика красно-коричневая. Именно она гасит силу этой зелени. В этом сеансе я решил поработать с фоном. Центральная композиция не мешает, а что вокруг нее уже просохло. Итак, я записываю фон. Вот две противоположные в то же время родственные краски. Травяная зеленая и теоиндика красно-коричневая. Они смешаны между собой. С нижней левой темной половины я закрашиваю фон этой смесью. После закраски совсем маленький мизер белил, я позволил внести в темную левую часть фона. Это немного приглушило силу прозрачных красок. Правую половину фона закрашиваю этой же смесью очень тонко, разбавляя ее разбавителем. Допустим двойником. И добавляю больше белил. Фон получается болотного оттенка. В народе говорят грязь. Вы не замечали, что колорит натюрмортов старых мастеров в большинстве своем тяготеет к болотному оттенку. Особенно фон. Эта грязь помогает написанию центральной композиции. Все относительно. Чистая против грязного. Все работает на противоположностях. Например, красный цветок будет хорошо смотреться на зеленом фоне. Вот и все. Тут я еще смесью травяной с красно-коричневой поклякал листики, которые в глубине и не несут особой роли в деталях, но вносят свою лепту в композицию, уравновешивают ее баланс. На закраску фона и столешницы ушло минут 20. Можно продолжить работу с центральной композицией, но я оставил сушиться, чтобы впоследствии фон не пачкался от случайных прикосновений. Слои тонкие, на растворителе. Три дня просушки достаточно. Синанс третий. Центральная композиция. Палитра. Повторяюсь, из предыдущего. Палитра весьма скудная. Марс желтый прозрачный, который использовался в имприматуре полотна. Теондика красно-коричневая. Травяная зеленая. Голубая ФЦ. Ну и, естественно, белил титановый. Составляем оттенки цвета. Заметили? Я не сказал составляем цвета. Цвет это чистые краски. Я повторяюсь, а все, что производится от них, это оттенки. Голубая ФЦ замешана на белилах, плюс к ней капельку травяной зеленой. Получаем синий зеленый колер. Или оттенок. Он почти как бирюзовая краска. Назову этот оттенок бирюзовым. Конечно, есть готовая бирюзовая краска, но это покупка лишнего тюбика, который в дальнейшем может не понадобиться. А если понадобится этот цвет, уже будете знать, как его получить, не покупая лишний тюбик. Этот цвет можно составить и из других красок. Допустим, голубая ФЦ и зеленая ФЦ замешаны на белилах. Следующий колер. Травяная зеленая на белилах. Она слишком ярко-зеленая. Ее яркость нужно погасить Тио Индика красно-коричневый. Можно использовать любую красно-коричневую краску. Например, красно-коричневый Вейк, красно-коричневый Северн, даже Марс оранжевый прозрачный. Прозрачность этой смеси все равно теряется из-за белил. Короче, ярко-зеленая приглушается, но остается зеленая, потому что в пропорциях ее больше. Также я попробовал травяную зеленую на белилах приглушить Марсом желтым прозрачным. В принципе, получилось то же самое. Примерно такой цвет нужен для зелени листвы. Он намешал оттенок зелени светлее, добавив больше белил. Вот и все, что нужно было замешать. Все остальные цвета пойдут из чистых красок. Так как в подготовительной работе при подмалевке не использовались белилы, поэтому пришлось намешать данные колеры на белилах. Первые штрихи у меня были очень робкие. Пробую зеленый и синий на листьях. Короче, так пятнышками прицеливался, куда и что ляжет. Когда стал понимать, именно синей краской в смеси с зеленой, без всяких белил, рисую темные места листьев. Помните, вначале я сказал, что темные места и тени для меня разные понятия. Пока смотрите как мажу, скажу чем отличаются. С левой стороны фона, вроде нет никакой тени, но эта часть темная. И на листе тоже есть темное пятно, но другого цвета. То есть цвет у них разный, а темнота почти одинаковая. Если перевести картинку черно-белый вариант, то сразу видно, что они одинаковые по темноте, то есть по тону. Вот этот оранжевый цветок кажется намного ярче центрального, но по тону он темнее. Вот опять черно-белая фотография. Поэтому цвет может отличаться, как у теней разных предметов, так и в свету. А вот под темными или светлыми местами, я подразумеваю тоновые пятна. Темнее, светлее. Продолжаю. Листья рисую голубой ФЦ и травяной зеленой. В темных местах, почти в чистом виде. Где светлее, подмешиваю бирюзовую, которая составлена из этих красок на белилах. В самых светлых, просто бирюзовая краска. А вот наносить эти краски сплошным закрасом нельзя. Я оставляю контур, который в предыдущем сеансе рисовался коричневой краской. Визуально смотрится, как будто засохший край листа. Закрашиваю тонко, с пропусками, чтобы в некоторых местах просвечивали предыдущие желтоватые пятна. Ну, примерно как красилась столестница, с пропусками разрежено. Как известно, на свету можно разглядеть больше деталей на предмете, чем в тени. Поэтому на листиках, лишь слегка обозначаем будущие детали прожилок. В завершающем сеансе, уже будут рисоваться мелочи. Да и не получится по сырой темной краске, порисовать. Все будет смешиваться, сливаться, то есть растушевываться. Смотрите, пока рисую листья. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так как он прозрачный, рисунок под ним никуда не девается, но немного приглушается. После... Марс желтый на белилах. Им рисую плетение корзины, где больше попадает свет. Ставлю такие черточки. И повторно, чистым марсом желтым закрашиваю тень на корзине под цветком. Как видно, после простых приемов, корзина уже не стала плоской. В завершении, можно еще больше затемнителей высветлить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для оранжевых цветочков применил две краски. Кадмии красные и желтые. Смешав их между собой, получил оранжевый цвет. Чтобы погасить яркость оранжевой краски, Прямо на цветочке впаиваю коричневую краску с палитрой. Синий цветок — это голубая ФЦ-краска, замешанная на белилах. Также, чтобы приглушить её яркость, подмешиваю коричневую краску сразу на холсте. Смотрите ход рисования, и всё поймёте. Центральный цветок. Он рисовался Тио Индиго красно-коричневой краской. Где в чистом виде, но в основном замешанный на белилах. С правой стороны цветка, ещё с предыдущего сеанса, тень была закрашена коричневым пятном. Когда закрашиваешь тонким слоем, белильно-коричневым колером, то это теневое пятно немного приглушается, но остаётся видимым, как тень. И тоже крашу тонко, с пропусками, не нарушая предварительный рисунок лепестков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Немножко порисовал детали лепестков. Именно слегка. В конце они усилятся и по светлому, и по темному контрасту. Субтитры сделал DimaTorzok Обратите внимание, на оригинале, центры главного цветка, а именно, глубокие темные места, не выписывались, а просто рисовались как карандашом. Но это уже по сухой краске, в конце. Маленькие цветочки, тоже голубая, фальсенобелил их, с погашением яркой коричневой краской. Субтитры сделал DimaTorzok Вот финал третьего сеанса. Ставлю на просушку. Четвертый сеанс. Последний. Завершение. Палитру не меняю. Просто обновляю ее, так как старые замесы уже подсохли. Мне их не жалко. Вы видите, что засохло мизерное количество красочных пятачков. При многослойной живописи всегда расходуется очень мало краски. Колеры те же самые, что и в предыдущем сеансе письма. Листья. Сине-зеленые, больше затемняем и уплотняем темные места. Березовые рисуем прожилки на листьях. Тут все просто, потому что готова основа в цвете. Есть общая тональность. А значит, рисуя детали из этого колорита, уже не вылезешь. Не ошибешься. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова На корзине еще раз усиливаю тень приемом листировочных пятен. А.Кулакова Обожаю рисовать капли воды. Обожаю рисовать капли воды. Для света на лепестках центрального цветка замешиваю эту индика красно-коричневую на белилах. Чистой краской, тело индика красно-коричневой, рисую глубокие внутренние места цветка. Именно рисуются, видите, просто штриховыми такими движениями. Музыка. 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 Капелька воды, пару муравьев и тюль готов. Если нет краски Тио Индиго красно-коричневый, то можно смешать марс коричневый прозрачный с кроплаком красным. Получится приблизительный Тио Индиго. Добавить белил и визуально получится такой же цветок с розовым оттенком. В живописи эксперимента никто не отменял. Я пробовал эти коричневые смеси, вместо Тио Индиго красно-коричневой. Особой разницы в свете не наблюдается. Но очень жаль, что Тио Индиго красно-коричневая снята с производства универской палитры. Все таки Тио Индиго красно-коричневая однопигментная краска и с очень широким диапазоном насыщенности. Для многослойной живописи то, что надо. Знаете, раньше я думал, что нет никакой технологии живописи. Теперь сомневаюсь. Поэтому, когда не знаешь, как рисовать, тогда просто. Когда знаешь, сложно. Саму картину, которая претендует на шедевр, сможет выполнить лишь мастер, но она ему будет уже неинтересна. Для него это будет просто ремесло, которое складывалось годами из набросков, эскизов, этюдов. Интересно лишь тогда, когда стираешь пальцы в кровь. Анекдот в тему, чем мастер отличается от ученика. Проходит конкурс музыкантов. Молодой музыкант выдал шикарный пассаж по всем клавишам. Старый музыкант излег всего одну ноту и выиграл конкурс. Молодой спрашивает у члена жюри, почему я проиграл? Ему ответили, молодой человек, вы еще ищите, а он уже нашел. Этот этюд не единственная тренировочная работа для написания основной картины. Я изучал и пробовал писать более простые натюрморты, но по стилю письма очень похожи на хейсумовские полотна. Этот художник Ян Франс Ван Дайл. Он жил в одну эпоху с хейсумом и вполне мог перенять его манеру. Но это уже другая история. Друзья, всем творческих удач, мирного неба, до новых встреч.